Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Аделина Абдрахманова. Казанский федеральный университет посетила делегация Республики Каракалпакстан во главе с председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан Байрамбаем Атамуратовым. Встреча состоялась с руководством КФУ для подписания дополнительного протокола к меморандуму о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и Каракалпакским государственным университетом. В настоящее время вузы активно сотрудничают в научном и образовательном поле. Также отметим, что в 2023-2024 учебном году в КФУ обучается почти 2000 граждан Республики Узбекистан. Сегодня к нам приехала большая делегация наших коллег из Республики Каракалпакстан, которая находится в Республике Узбекистан. В Республике Татарстан очень хорошее сейчас взаимодействие налаживается. С этой республикой подписано соглашение сотрудничества между Татарстаном и Каракалпакстаном. В рамках этого большого сотрудничества развивается сотрудничество в сфере образования. В настоящее время мы активно работаем с Каракалпакским государственным университетом в Небердахе, Нокузским педагогическим университетом. Подписано соглашение с филиалом Ташкентского института информатизации и связи, который находится в Нокузе, с геологическим горным университетом Нокузским. Тоже подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Коллеги приезжают к нам на повышение квалификации достаточно активно. Последний раз на 1 мая приезжали коллеги на повышение квалификации в Институт международных отношений. 28 июля на площадке у Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала состоится лекция доцента кафедры архитектуры и медиа искусства Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Анастасии Максимовой «Свет и звук в архитектуре. Эксперименты казанских светомузыкантов». Как свет меняет город? Как подсветка в пространстве города влияет на человека? Этими вопросами задавались казанские энтузиасты легендарного коллектива СКБ «Прометей» еще в конце 60-х годов прошлого века. Основой для их экспериментов стало изучение природного и искусственного света в городской среде. Об уникальных проектах прошлого, о том, какие формы может обретать динамическая подсветка в пространстве города и как это отражается на настроении граждан, расскажет доцент кафедры архитектуры и медиа искусства Института дизайна и пространственных искусств и директор фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева Анастасия Максимова. Образовательный цикл об истории, архитектуре и современном дизайне организован совместно с девелоперской компанией «Тека Ресурс». Лекция состоится в воскресенье, 28 июля в 18.00 на набережной у Татарского государственного академического театра имени Галиоскара Камала по улице Марджани. Вход свободный. Продолжение следует... Выпускница Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Елизавета Плотникова разработала проект создания генного препарата для превентивной и патологической терапии ишемии и реперфузии в нервной ткани. Он направлен на создание препарата против ишемии и реперфузии на основе аденоассоциированного вируса, который будет доставлять сразу два гена. Задача этих генов поддерживать нейронные и эндотелиальные клетки, страдающие при проведении операций головного и спинного мозга. Он может быть использован как превентивное средство перед операционными манипуляциями, и так и после. То есть как борьба с патологическими состояниями, вызванными к пресс-после операции. То есть как при терапии, например, вот этого синдрома ишемии и реперфузии. У нас есть разработана конструкция, которая уже работает, то есть куда мы будем вставлять терапевтические гены для лечения синдрома ишемии и реперфузии, и которая как раз таки и необходима для создания генного препарата. Синдром ишемии и реперфузии является собирательным понятием, которое объединяет различные патологические состояния, развивающиеся на фоне восстановления естественного, правильного кровообращения в органе или в части конечности, длительное время подвергающимся ишемии или травматической ампутации. Врачи интенсивной терапии часто встречаются с данным заболеванием после восстановления кровоснабжения у больных с нарушениями кровотока. Частота критической ишемии нижней конечности колеблется от 400 до 1000 случаев на 1 миллион населения. Именно поэтому решение о создании данного препарата вызвало большой интерес у Елизаветы. По словам девушки, в настоящее время не существует универсального, признанного и высокоэффективного лекарственного средства, способного предотвратить или минимизировать патологические последствия синдрома. На данном этапе единственный препарат, который не локсимидаза, он сейчас проходит в третью фазу клинических испытаний. И на данный момент прямо в клинической практике препаратов, которые направлены на ишемию и реперфузию, нет. То есть используют, например, антиоксиданты. То есть это просто препараты, которые могут быть использованы и при других болезнях. То есть, например, препарат был разработан при подагре, а его используют при ишемии и реперфузии, потому что он оказывает какой-то положительный эффект. То есть именно препаратов, которые направлены на данное состояние, их нет. Отметим, что свой проект создания генового препарата для превнитивной и патологической терапии ишемии и реперфузии в нервной ткани молодой ученой отправляла на участие в конкурсе студенческий стартап, где выиграла грант на реализацию препарата. Проект был представлен в направлении медицины и технологии здоровья сбережения, и идея его создания зародилась уже давно. Как отмечает сама Елизавета, решение об участии в стартапе она приняла совместно со своим научным руководителем, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Татьяны Агеевой. Плотникова сразу поняла, что ее проект пройдет дальше, поэтому во время защиты работы точно отвечала на вопросы членов жюри. И хотя большая часть работы уже проделана, впереди ждут новые серьезные этапы. Мы были заинтересованы в разработке препаратов против синдрома ишемии реперфузии и до студенческого стартапа. Но студенческий стартап помогает реализовать и финансировать данный проект. Поэтому все ключевые разработки будут вестись за счет финансирования студенческого стартапа. После победы на конкурсе Елизавета Плотникова планирует дальше заниматься развитием проекта. Впереди этап создания препарата, всевозможные тесты и оформление патента. Важно, что в результате реализации проекта может быть разработан новый, высокоэффективный препарат для борьбы с патологическими последствиями синдрома ишемии реперфузии. Его удастся применить как превентивное средство перед хирургическими операциями и как средство патогенетической терапии для ускорения функционального восстановления после операционного вмешательства. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Сезон отпусков в самом разгаре. Более того, даже после того, как три солнечных месяца погинут нас на целый год, туристов это не остановит, ведь наступит бархатный сезон. Помимо выбора вечерних нарядов и пляжных костюмов, необходимо заблаговременно заняться своим здоровьем. Какие прививки необходимы для комфортного пребывания за рубежом, какие страны считаются самыми опасными и какая она лучшая аптечка туриста. Об этом и не только в сюжете Карины Саяховой. Желтая лихорадка, малярия, дизентерия, брюшной тиф, мини-гококковая инфекция, гепатит А. Нет, это не перечисление названий фильмов ужасов. Этот список всего лишь малая часть того, чем могут заболеть туристы во время долгожданного отпуска. Не только самые распространенные в тропической местности, но еще и опасные болезни, которые часто заканчиваются смертельным исходом. Но паниковать и тем более отказываться от путешествия не нужно. Для того, чтобы отдых прошел максимально безопасно, врачи рекомендуют сделать профилактические прививки. Чаще всего можно подцепить различные лихорадки. Это, например, желтая лихорадка. Она распространена в Африке, в Южной Африке. Лихорадка Денге, тропические и субтропические регионы. Малярия тоже, тропики, субтропики. И эти все лихорадки обычно передаются насекомыми, конкретно комарами. И профилактика. Да, есть вакцины. Например, от желтой лихорадки можно привиться. И это обязательно, если вы планируете посетить неблагополучные регионы. Другая группа заболеваний связана с пищевыми, скажем так, инфекциями. Это ТИФ, это дизентерия, это гепатит А. То есть все, что передается через грязные руки, через грязную воду, через загрязненную еду. И здесь важно мыть руки перед едой после туалета. Важно пить хорошо обработанную воду, желательно бутылированную, ну или как минимум прокипяченную. Ну и, естественно, например, не есть у уличных торговцев в неблагоприятных районах. Но то, что мы, в принципе, делаем и у себя дома. Ежегодно первые полосы заполняются новыми данными о вспышках тех или иных заболеваний в различных странах. От многих возможных заболеваний можно защититься подручными средствами и соблюдением основных правил личной гигиены. Мать руки, пить только бутылированную воду и другое. Но, к сожалению, есть заболевания, меры защиты от которых пока не найдены. Для многих, на самом деле, лихорадок на данный момент вакцин не существует. Тут уж нужно вести себя правильно. Это личная гигиена, борьба с насекомыми, то есть использование репеллентов, использование одежды, которая покрывает руки и ноги, сон под москитными сетками, как бы это ни звучало смешно, но это реально защищает от инфекции. После определения с датами отпуска и выбором места необходимо первым делом изучить всю актуальную информацию, а именно эпидемиологическую ситуацию в стране, куда планируете отправиться. К любому путешествию нужно готовиться заранее, заблаговременно обсудить с врачами необходимость вакцинации или прием профилактических препаратов, собрать аптечку, средства защиты, репелленты в зависимости от региона. При необходимости стоит сделать несколько прививок, учитывая их совместимость. В первую очередь это необходимо для собственной безопасности и безопасности ваших близких. Из-за того, что тропические заболевания не распространены в нашей стране, пострадавшие часто не понимают, что с ними происходит, и поздно обращаются за медицинской помощью. Если говорить про медицинскую помощь, то тут, конечно, нужно сначала проконсультироваться, особенно если вы планируете поездку в какие-нибудь экзотические страны, желательно проконсультироваться у врача, ну или как минимум у туристического агента. Что же вас ждет там? Ко всему подготовиться нельзя, но если вы будете соблюдать простейшие меры личной гигиены и профилактики, в первую очередь укусов комаров, то, скорее всего, все будет хорошо. Если говорить о базовой аптечке туриста, то она должна быть, конечно, разнообразного содержания. Наиболее часто на отдыхе возникают проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Непривычная еда и вода могут привести к отравлению и расстройству пищеварения. Поэтому стоит взять с собой ферментные лекарства, средства с сорбционным и детоксационным свойствами, противодиарейные средства и препараты для восстановления естественной микрофлоры кишечника. Не менее важно взять средства оказания первой медицинской помощи при травмах – бинты, перекись водорода, бактерицидный пластырь, йод или зеленку. Следующий важный пункт – средства от аллергии. И никуда без обезболивающих и противовоспалительных средств. Взять с собой антисептик, чтобы обработать руки, обработать царапины, если они возникнут. Это такой стандартный совет, которому желательно следовать в любом из своих путешествий. Привиться от всего невозможно и не нужно. Тут именно нужно смотреть, в какую страну вы едете и является ли эта страна эндемичной. То есть, есть ли там естественные инфекции, от которых нужно защищаться. Вот ряд стран, они обязывают, например, привиться от желтой лихорадки перед поездкой. Но этот список стран нужно смотреть перед поездкой. Есть прививки и от других заболеваний, от того же гепатита А, от гепатита В, который, правда, через кровь передается. Но нельзя тоже загружать организм бездумно. Нужно четко проанализировать, куда вы едете, понять, с какими рисками вы можете столкнуться, проконсультироваться с врачом. И в случае необходимости или в случае требования со стороны принимающей их страны, то, конечно же, нужно привиться. Но заранее от всего не привьешься. Тут нужно, в первую очередь, следовать здравому смыслу, логике и рекомендации. Важно помнить, что некоторые прививки являются обязательным условием допуска иностранцев на территорию того или иного государства. Власти ряда стран при въезде могут потребовать представить международный сертификат о вакцинации против специфичной для данного региона болезни. Карина Саяхова, Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.